Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мы будем слистать книжку-сборную солянку, посвященную классику американской фотографии 50-х и 60-х годов Гарри Вингренду. Личность очень довольно известная в кругах, местами неоднозначная. Сейчас идет вокруг него много споров. Он является одним из моих, можно сказать, героев. У него много подчеркнуло, меня вдохновляет. Это первая моя книжка. Книжка скорее носит сам документальный характер, то есть здесь анализ его работ, очень много текстов, его биография, творческий путь, выдержки, статьи, в общем много-много-много-много всего. Скорее она, первый раз, когда я ее купил, она не произвела на меня такого впечатления. То есть фотографии, они как бы вырваны из контекста многие, хотя в случае с Винградом тяжело сказать, что у него какой-то был контекст, это просто была машина для создания фотографий. Человек, который вообще не переживал, собственно, за процесс, за отпечатки. Его желанием было просто выйти на улицу и найти, искать, 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 все время искать что-то. Сейчас мы смотрим с вами вводную статью. Это список каких-то фотографий, которые там, я точно не помню. Первая его подборка. Да, он from the Bronx. Человек из Бронкса. Это 50-е годы, 50-е годы, 60-е годы. Его начало с этим пути. Книжка здоровая, большая. Ее нужно смотреть не спеша. Ой, немножко неудобно мне. Человек, который все время снимал на одну камеру, одну линжу, кстати говоря. Очень интересное время, то есть, ну, не время, а стиль. Стиль такой снэпшоты, простые, без заморочек, исключительно лишь на вкусноту. Его один из самых знаменитых его работой, которым он вошел в историю, так сказать. Очень любил женщин, мужчин в костюмах, большие машины. Одна из самых провокационных его серий, как раз-таки вот. Женщины прекрасны. Humans are beautiful, по-моему. Так она называется. Многие называют сексистской и так далее, и там подобное, ауэризм. Ну, очень вкусно. Здесь, конечно, только лишь маленькая толика того, что есть в той серии. Я видел ее в выставочном пространстве. Действительно, очень интересно, провокативно, прикольно. С теми даже где-то страшно. Очень хорошо отражается дух, собственно, того времени. Свобода, все дела. В общем, очень любил в аэропортах снимать. Ну, классный мужик, что-то сказать. В общем, здесь очень много именно материала для изучения, анализа, знакомства с автором, с его стилем. Мне единственное, только мне очень нравится, как собраны сами фотографии. Такая большая книга, так много пустого пространства. Дальше пошла серия про зоопарк. Людям снимать в зоопарках. Нью-Йорк. Центральная, по-моему, часть города. Да, центральный парк. Тоже один из знаменитых осень. Снимку справа. Следующий подзаголовок. Вечный студент Америки. Это фотографии, которые он делал после того, как разочаровался в политике. Был у него такой период, после кубинского кризиса, когда весь мир, так сказать, висел на лавовке, с начала новой войны. В общем, после этого инцидента он в политике разочаровался и вообще переключился из большого города на такую сельскую слегка тему. Стал ездить, фотографировать. Большие какие-то пригороды. Лос-Анджелес, Даллас. То есть сменил обстановку, так сказать. Тем не менее, вот много всяких тоже завалило. На банкеты кушать тоже хочется. Фотографировать там для газет, тела. Техас, штат Техас. Ой, сейчас позицию поменяю. Опа! Техас. Опа! Напечатана она, тем не менее, очень хорошо, классический Настоящий оффсет, хорошая, приятная бумага, приближит к 70-м годам У него пошла аэропорт, серия Митинги, кровушка Вот его тоже знаменитый снимок с шариками Ну всё, дальше пошли... А нет, ещё не всё, это вот его поздний уже период творчества На этот период как раз таки приходится самое неоднозначное время Многие стали считать, что новый, старый, поздний, это уже не совсем то Стало очень много всякой лажи выдавать, снимать всё подряд без разбора То есть, как бы эффект такого перегретого двигателя, да? Я не знаю, мне он нравится весь Что старый, что новый У каждого самурая свой путь Любил человек снимать И снимал Игус не дул О, завернусь, кстати, вот этот снимок мне тоже очень нравится No left turn После просмотра его работ я, собственно, и сам стал переосмысливать свой подход Стал уходить от пустой геометрии, больше к людям Ну, здесь уже пошли дальше всякие вырезки журнальные Интервью Шара-мура Тот папа Джордж, его ученик Там рассказывает интервью, как он учился Дальше всякий анализ Бла-бла-бла Ну, очень много, много интересного Немножко контакт-листов Все, хронология пошла География И так далее, и тому подобное В общем, если Вам нравится этот дядька, то Я рекомендую купить это издание Издание хорошее Много чего можно подчеркнуть Что называется Очень интересно Всем спасибо 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 Спасибо